Всем привет! Приветствую на канале Истории в Монете, но сегодня пообщаемся не о монетках, а о банкнотах. Это третий видос по редких банкнотах Украины. Первый видос был по серии замещения, второй видос по браках, а сегодня будет по интересных номерах. Но, во-первых, пока я готовил этот ролик, пока мои лапки к нему дошли, на Виолите были проданы две интересные банкноты с любопытными браками. Для начала 2 гривны 92-го года брак очень интересный и необычный. Как вы видите, на одной стороне пропечатаны изображения двух сторон, а оборотная сторона части изображения не имеет. И, как видите, такой интересный брак ушел за 3160 гривен. Второй брак, который также недавно был продан, это 50 гривен с перевернутым водяным знаком. Это банкнота, ну, вернее, банкнота такого типа с таким браком была упомянута в прошлом моем видосе, но там фигурировала цена целых 1000 долларов. И тут немножко непонятно. Я не нашел на тот момент проходов такой банкноты и сориентировался по информации на форуме баннистов. Там именно фигурировала цена, что были проходы в районе 1000 долларов, причем проходы недавние. Ну, тут, как по мне, три варианта. Либо первому продавцу, о котором шла речь, очень повезло, либо этому очень не повезло. Либо же, что более вероятно, там речь шла не о недавнем проходе, а о проходе, допустим, какого-то там 11-го года, когда доллар был по 7. Ну, тогда цена в районе 1000 долларов кажется более-менее реальной. То есть, эта информация важная, чтобы, как бы никто не подумал, что я сбиваю кого-то с пути истинного, я решил, что это тоже надо показать. Вот этот проход, ну, как бы там ни было, 5000 гривен, это, конечно, не 1000 долларов, но все равно за 50 гривен очень такая приятная сумма. Но, если вы найдете такую банкноту в обороте и продадите за 5000, я думаю, вы тоже будете весьма-таки рады. Что-либо по этой банкноте я больше рассказать не могу, и какая цена на нее именно адекватная, 1000 долларов или 5000 гривен, я тоже судить не возьмусь, так как банкнотами особо не занимаюсь. Ну, и давайте перейдем мы все-таки к интересным номерам. Для начала можно выделить такие самые простые банкноты, вот, к примеру, как эти. Посмотрите на нижние 5 гривен, цифра 3 восьмерки, девятка и 3 двойки. Вот, в принципе, такой номер более-менее интересный, но какой-то особой стоимости такие банкноты не представляют. Так же, как и верхние банкноты в 50 гривен, там, где сколько у нас там, 5 восьмерок. Вот, если бы там все были восьмерки, вот это было бы уже интересно. Такие банкноты есть смысл продавать, только если собрал их целую кучку и сделав небольшую наценку. То есть, в принципе, дороже немножко можно продать, но совсем-совсем немножко. Дальше. В предложении иногда можно встретить банкноты, которые предлагаются на подарок человеку, который родился в том году, который получается в номере банкноты. Вот, к примеру, посмотрите, тут номер в этих двух гривнах заканчивается на 1959. И вот этот лот был выставлен банкнота, родившемуся в 1959 году. Ну, правда, за 10 гривен он никакого интереса не вызвал. А вот эта десятка, 1955, также продавалась немножко больше своего номинала за 15 гривен и также продана не было. То есть, в принципе, такие банкноты продаваемы, но вы сами понимаете, что пока найдете покупателя именно на такую банкноту, такого года рождения, да еще, чтобы ему было это интересно, то, может быть, намного проще отправить эти банкноты просто в обращение. Ну, в принципе, кое-какой интерес они тоже представляют. Правда, продавать их, повторюсь, можно до посинения. Дальше. У нас идут более интересные банкноты, так называемые радары и антирадары. Вот, к примеру, посмотрите на эти 10 гривен. Номер читается одинаково с обеих сторон. То есть, 780 в одну сторону и 780 читается с другой стороны. Такие банкноты называются радарами. Вот эта десятка была продана за 65 гривен. И вот такие банкноты уже есть смысл искать и продавать. Ну и самые интересные банкноты, мы их, вернее, самые интересные номера на банкнотах, мы их рассмотрим больше всего. Это банкноты, где все цифры в номере одинаковые. Давайте посмотрим примерно, по чём они продавались. 5 гривен все восьмёрки была продана за 1520 гривен. 100 гривен серия АА все семёрки была продана за 3550 гривен. 1 гривна все семёрки была продана за 2223 гривны. 500 гривен все семёрки продажа 6805 гривен. 5 гривен все единички была продана почти за 2000 гривен. 20 гривен все единички была продана за 1800 гривен. Вот такие банкноты с разными номерами и более интересными и менее интересными можно выловить из обращения. Ну, правда, я скажу так, я всегда пересматриваю сдачу, но за последние лет 5, по сути, ничего интересного я там не нашёл. Кроме, по-моему, нескольких, может быть, радаров. Но при этом я не ищу целенаправленно, то есть я не ищу там где-то эти банкноты, я просто пересматриваю сдачу. Но, кто его знает, в казино или в лотерею тоже играют многие, а выиграют единицы. Может быть, именно вам повезёт найти банкноту с каким-то интересным номером или с интересным браком. А на этом у меня всё и всем до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok